значительных приемов графического дизайна 20-го века, преимущества 20-го века. Начну я свой доклад с цитаты, важная цитата. Например, говорит Тон Хуан Кастанайбет, смотреть не на листья, а на просветы между ними, не на ветки, а на пространство, ограниченное этими ветками. Таким образом получается некое призрачное дерево, антидерево, ветка от бублика. Таким вещам не отведено специальных пронитивных конструкций в человеческом инвентарном списке. Поэтому нарушается привычный ход внутреннего диалога. Вот это написал Кастанетте. Написал он это, конечно же, не о дизайне, написал это о одной из психологических практик с сознанием, но это применимо к графическому дизайну. Нарушать ход внутреннего диалога. Иногда переводить наш фокус, фокус с предметом на просвет между предметами. То есть фокус смещать акцент. За счет смещения акцента мы можем достигать прекрасных результатов в плане осознания, понимания тех символов, которые для нас доносит графический дизайн. Я все объясняю на примере двух букв. A и B. Это очень просто. Что такое контрформа? Контрформа это очень наглядно. Вот у нас есть форма. Форма двух букв, графим. У нас есть контрформа. В данном случае это темное изображение. То есть это некий просвет. Это просвет может быть как внутребуквенный, так и между пространством холста, листа или же пространством нашей презентации какой-то до объектов презентации. Чтобы это проще понять, я вот просто показываю пример. Это один из логотипов. Это в данном случае это логотип китобойного музея где-то в Америке. То есть мы видим прекрасное сочетание символов форусов и кита. Вообще про контрформу написано очень много. И поэтому, чтобы не повторяться в плане композиции, что такое контрформа, мы это можем прочитывать в учебнике, я для себя попробовал определить, чем же так важна контрформа для нас, почему мы так ее любим, что в ней такого притягательного. И важно, что контрформа как прием сочетает в себе два психологических понятия. Это напряжение и неочевидность. Но это не академические термины. Я это хочу проиллестрировать двумя следующими кадрами. Виктори. Это один из самых выразительных плакатов 20 века. На мой взгляд, в этом плакате выражено напряжение. Напряжение мы можем видеть в форме и в контрформе, потому что, в принципе, когда мы используем контрформу, хотя в этом плакате оно не использовано, мы, само собой, противопоставляем в форме. Поэтому возникает естественным образом напряжение. Напряжение также может быть видно в кривой, или в какой-то кривой, или в целых пятнах. То есть смысловое напряжение или графическое напряжение. Здесь смысловое напряжение присутствует, и графическое тоже. И некая неочевидность. То есть здесь груда металлолома, через который просвечивается свет, и в тени мы видим корабль. Воздушный корабль, который как бы парит. Вот этой грудой металлолома. Тоже есть определенное напряжение, тоже есть определенное противопоставление, и тоже есть контрформа. Обе работы принадлежат знаменитому японскому графику Сигео Фукуди. Это очень значительный человек в графическом дизайне и в скульптуре, и в принципе в графическом искусстве 20 века, который внес очень серьезный вклад в развитие таких графических приемов в дизайне, как контрформа и как оптический обман, вместе с другим художником Эшером. Дальше я покажу несколько примеров работ Фукуды. Фукуда был исключительно плодотворный, очень веселый, добрый человек. Он после себя оставил огромное количество работ, он их делал быстро, он их делал за один день, рисовал каким-то маркером или кисточкой, когда это еще было до компьютерной аэром, и практически генерил идеи одну за другую без остановки. Вот посмотрите, какие замечательные вещи. Вот мы видим форму собаки, которая как бы охотится на кота, но если мы пойдем дальше, вот в этой вот грузии, мы еще видим мышку, которая в рту у кошки. Ну вот, то есть вот в этом есть Фукуда, в такой вот игре смыслов, в игре формы-контрформы. Вот замечательный плакат, честно говоря, какие-то японские ролики внизу, я не знаю, к чему этот плакат нарисован, зачем он нарисован, но как сразу начинает играть воображение. Мы не видим этих людей, мы видим только их рукопожатие, но мы понимаем, какое может быть замечательное, как люди могут красиво стоять между рукопожатиями. Ну, это вот как раз один из примеров удачного использования контрформы. Фукуда рисовал, также работал со шрифтом, с графикой, с типографикой. А вот, казалось бы, художник Матис, который, в принципе, к дизайну отношения не имел. Это просто художник, который, ну, он не был инженером, в отличие от Фукуды. То есть инженером имеется в виду графическим инженером, он не проектировал плакаты, он нарисовал картины. Но, тем не менее, он говорил так в своих работах, что для меня главное в пластической выразительности, как я передаю эмоции. Эмоции я передаю не через позу, не через мимику своего персонажа. Эмоции я передаю через просветы между персонажами и через композицию своих работ. То есть главная эмоция передается именно благодаря вот этому пространству. Пространство работает иногда сильнее, чем сам объект. Если бы Матис был художником современным 21 века, он бы рисовал такие вещи, я так думаю. То же напряжение, то же контрформа и то же тенитивность. Несколько примеров использования в рекламе. Это реклама IPM. Вот посмотрите, как это здорово. Вот две чашки кофе и диалог. То есть люди как бы общаются за кофе. Я не знаю, к чему это нарисовано, но это так классно. Или вот волки красная шапочка. Вот какое получается напряжение между персонажами, и это все объединено в один символ. А вот кто-то заметил, что можно использовать вилку как форму, в которой рождается вино. В контрформе которой рождается вино. И нарисовал плакат для фестиваля еды и вина. И буквально через лет 5-6 другой дизайнер сделал похожий плакат для другого фестиваля вина и тоже с использованием вилки. Какие-то вот идеи, которые подхватывают другие люди и как-то переосмысливают. А вот плакаты Джармуша кофе и сигареты. Нет, дизайнер удачно использовал и форму, и контраформу. Вот сигарета и чашечка кофе. И это все закрыл знак конпрессанта. А вот привет Питеру и Львову. Кто-то поднял голову вверх и увидел, что из домов колодца можно тоже создавать персонажей. И насоздавало целую кучу. Другой выдающийся типограф, художник 20 века, Ян Чихольд, который занимался шрифтами, занимался типографикой, и говорил о типографике следующим образом, что типографика — это искусство расправления интервалов между символами и между строками текста. То есть по-другому... Можно, поначалу можно подумать, что речь идет о кернинге и интерлининже, то есть о межбуквенном и межточном расстоянии, но здесь гораздо шире идея. Тут мысль о том, как правильно расставить интервалы между графическими пятнами, которые составляют буквы. Как работать с интервалами не только между буквами, как работать с интервалами между краями рабочей области и пятнами текста. Как работать с масштабом букв. То есть фактически на этом строится вся типографика. Вот искусство типографики — это искусство работы с просветами. И в принципе здесь можно вообще сказать о том, что латинский алфавит имеет очень выразительные межбуквенные просветы. Они очень узнаваемы. И поскольку наш мозг постоянно работает с азбукой, с текстом, мы постоянно читаем, мы постоянно смотрим на буквы, мы хорошо их узнаем. Мы узнаем их негативы в том числе. Ну вот сверху на негатив. И я понимаю, что это на плакат не тянет, это такое упражнение на тему графического дизайна, но в принципе оно иллюстрирует то, как наш мозг умеет быстро додумывать то, чего мы не видим. Смык. И казалось бы, мы уже работаем с буквами много лет, в принципе. Люди работают там тысяч лет с латинским алфавитом. И что можно придумать нового? Но каждый раз, каждый год, люди рисуют массу плакатов, массу графических символов, логотипов, построенных нам на латинских символах. И каждый раз направляют в этих буквах новые и новые открытия, новые горизонты, новые символы. То есть этот процесс идет бесконечно. И, конечно же, этот подход правильный, потому что мы открываем бесконечное количество горизонтов не только в буквах, но и в соединениях между буквами, и в пространстве между буквами. Вот пример календарика, где дизайнер просто сделал из типографики каких-то смешных персонажей, вот там с носиком, с каким-то глазом зеленым, используя всего лишь два цвета. Умбрелла. Другой бы логотип, возможно, и в ином случае, возможно, дизайнер бы не смог этот логотип сделать успешным, потому что первая группа вообще сочетается как джей. Но зонтик и контур зонтика, который повторяет контур буквы М, сразу же достраивает слово. Это логотип успешный. И просто я покажу пару примеров в использовании контур в форме в логотипе. Очень простых примеров и очень точных. Вот миссинг. Иллюзию. Секс. Элфонт 763. То есть, подытожив все это, я хочу сказать, что для нас важно понимать, что контур форма это не просто графический прием, который мы иногда можем использовать, а можем не использовать. Это способ мышления, это способ увидеть нечто большее в нашем уже сложившемся материальном мире, мире объектов и форм. Все, спасибо за внимание. Спасибо за внимание.